Особое мнение на 101FM Мы видим, что определенные списки кандидатов публикуют разные СМИ на выборы главы региона. Мы понимаем, что противостоять им придется президентскому назначенцу Александру Соколову, который сейчас является временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области. И про вот эти самые большие, скажем так, нынче выборы в нашем регионе я бы хотела с вами вначале поговорить. Как вам кажется, насколько конкурентными они будут и вообще нужны ли сейчас конкурентные выборы главы региона в наше непростое экономическое время? — Я со второго вопроса начну. Конкурентные выборы нужны всегда. И конкурентные нужны выборы обычно сильным кандидатам. Потому что сильный кандидат не стесняется и не брезгует взять хорошие, толковые идеи своего оппонента и признаться прямо в этом в дальнейшем для реализации и улучшения жизни. — Слово-то еще подбираю для жизни людей на территории Кировской области. А еще они нужны вообще сильному кандидату, потому что ты не можешь оставаться в форме, если ты не спаррингуешь с сильным соперником. То есть если ты спаррингуешь, возьмите, я не знаю, кто спортом занимался, кто интеллектуальными делами занимается, если у него нет конкурента, то он превращается в труху, он начинает гнить на месте. То есть посмотрите, любой теннисист, борец, кикбоксер, шахматист, я не знаю, кто угодно, ему всегда нужны сильные спарринг-партнеры. И он ищет их, сильных спарринг-партнеров. И посмотрите, как на многие спортсмены, вроде как всем было выгодно, чтобы Данила Медведева не пустили на Умблдон, но многие сказали, что так нельзя поступать. Не интересно. Не интересно. С кем биться-то? Если нет Данила Медведева, первой ракетки мира на Умблдоне, то с кем биться? Если нет Джоковича, так сказать, в Австралии, ну теперь, вот раньше я знал, кто там побеждал как бы на Australian Open, а теперь мне наплевать, кто победил в Australian Open, потому что туда не пустили Джоковича. Да, и вы не следите больше. Да, и я больше за этим не слежу, потому что, ну, это не спорт. Так. И, собственно говоря, и здесь тоже это не выборы, когда нет, не допускаются сильные соперники. Да подождите, почему не допускаются? Никто не жаловался на то, что не допускаются? Да, конечно, конечно. Там есть люди, которые, и партии, кстати говоря, которые сказали, что мы не будем участвовать. Выскажу свое мнение. Считаю, что вот Костина не допустили. По факту. Владимир Александрович ничего не говорил. Ну, Владимир Александрович и не будет говорить, и комментировать это не будет, потому что ему сказать, ты не комментируешься, братан, мы тебя подвинем по другой линии. Это особое мнение Азия Загаева сейчас. Да, да, это мое личное. Мнение именно. Да, да, да. А если бы Костин участвовал, то это было бы гораздо интереснее. Представляете, тройка какая была бы там. Соколов, Мамаев и Костин. Ну, смотрите, есть же сильный соперник. У нас Сергей Павлинович человек опытный. Во всех выборах участвует. Мы всегда помним, что, значит, до сих пор, значит, наши избирательные всякие структуры формируются в основном с учетом мнения единороссовского большинства и власть имущих. Поэтому мы с вами знаем о судебных процессах, когда людей, которые в структурах избирательных комиссий работали, они осуждены там, да. То есть их разоблачали. В одном месте разоблачили, в другом не разоблачили. То есть на сегодняшний день у меня, например, лично нет уверенности в том, что избирательные комиссии опять не будут поступать так же, как всегда. То есть они не будут добавлять голоса известной партии власти. Это не доказано, Азиз Альич. Ну, как бы это предположение. Я же сказал, что я считаю, да. Я так считаю. Я уверен в этом, хоть это и не доказано. Потому что вы можете поговорить практически со всеми членами избирательных комиссий, потом как бы тет на тет там. Они вам много чего расскажут. Они же тоже люди. Им нужно как бы... Выговориться? Ну, типа получить отпущение грехов там. Ну, если я рассказал, как бы, да, или рассказала, то типа я, может быть, немножко грех с души снял. Снял. Поэтому с этой точки зрения мы не должны это забывать. А так, конечно, Мамаев достаточно сильный соперник. Кто бы чего ни говорил, я знаю, что у нас ведь есть средства информации массовой, которые там за деньги, условно говоря, работают. Да, есть блогеры, которые за деньги работают. И, например, в основном говорит правильно, а в отношении отдельного человека начинает там лить только грязь, например. Ну, сразу становится понятно. Окей, хорошо. Может, он его просто не любит. Знаете? Ну, ладно. Хорошо, я понимаю, о чем вы говорите. Да, да, да. Если ты берешь на себя некую функцию рассказать людям о том, что хорошо или что плохо, то, соответственно, ты берешь на себя определенные моральные обязательства. Если ты не берешь на себя моральные обязательства, ну, тогда как бы ты совершаешь очень большой грех, потому что ты пытаешься всех людей, ну, как минимум в отношении одного человека обмануть. Но если ты не даешь информацию даже об одном элементе, правильную информацию, даже об одном элементе вот этой системе, то, как правило, ты искажаешь суть системы. Ну, извините, что я, может быть, сложными словами начал говорить, но вот. Ну, а первый вопрос, да, наверное, скорее всего. Да, наверное, скорее всего это что? Скорее всего Соколов. Скорее всего Соколов. Да. Это потому что он президентский назначенец? Потому что президентский назначенец, потому что вот это очень мощная, как бы, административная поддержка. Угу. Это избирательные комиссии, при том, что... А психологической поддержки здесь разве нет, Азис Алич? Разве вот это не играет роль, то, что человек предложен президентом, а президента поддерживает значительную часть жителей России, мы понимаем, что искренне поддерживает. Потом нельзя исключать такой практический момент, то есть если у человека хорошее взаимоотношение с Москвой, с федеральным центром, с президентом, и есть определенный карт-блан, что есть шансы, что Кировская область будет получать некое финансирование, дополнительные плюшки. Ну, знаете, есть такая сказка, которую все рассказывают, да, когда старушка потом встает и говорит молодому человеку, такой большой о сказке веришь. Ага. Вот поэтому я не хочу, чтобы вы вот сейчас вот, чтобы мы вот людей, так сказать, уверяли в этом. Васильев тоже, типа, был, как бы, назначенцем, и Белыха тоже представляли, так сказать, тоже по факту назначали. Да. Тоже по факту назначали. Когда Никита Белых сюда приехал. И что? Мы получили, значит, какие-то федеральные средства при Белыхе вообще убили региональные финансы. Ну, а что? Когда куча обязанностей возложили социальных на регионы, при этом финансово их не обеспечили. А, вы в айске указываете. Вы все про все эти вещи забываете. Со мной люди начинают иногда говорить о налоговой системе, например, там, да, но вы знаете, что я уже давно, как бы, в этой сфере работаю. А, и чего-то мне говорят, а я-то эту систему знаю, извините, с 92-го года. Я знаю всю историю формирования российской налоговой системы. Я знаю хорошие моменты и плохие. Я знаю, как зажимали и зажимают, продолжают, так сказать, граждане, предприниматели, значит, налогами. Все, вся история перед моими глазами. Так давайте мы помнить будем всю историю. Хорошо. Давайте посмотрим. И Белых был назначенцем президента. И Васильев был. И что, мы получили кучу денег, что ли, из федерального бюджета, только потому что, посмотрите, что с деньгами нашими, так сказать. То есть, Васильев пять лет назад, там, говорил, что, ой, Белых пришел, у нас 27 миллиардов, государственный долг области было. А сейчас 26, там, или сколько, там, ну, примерно столько, там. Поменьше, по-моему. Ну, 25, там, условно говоря. Ну, ладно, там снижается. Ну, снижается. Так за счет чего? За счет снижения уровня жизни? За счет того, что учителям не прибавили? Так, подождите, то есть, это не гарантия, что Кировская область будет жить лучше? Вы про это говорите, да? Абсолютно не гарантия, что Кировская область будет жить. Абсолютно не гарантия, что Соколов сможет получить какие-то средства из федерального бюджета. И вообще, говорить об этом, вот, вот, с моей точки зрения, говорить о том, что какой-то человек, или если кто-то сам скажет, что я приду, и мне дадут бабки с федерального бюджета, это говорит о слабости этого человека, как управленца. Ну, он пока этого не говорит. Да, поэтому давайте мы его не будем позорить как бы уже, да, что ты сам-то не сможешь ничего в Кировской области сделать и будешь ждать, как с неба там падает. Нет, подождите, мы этого с вами не говорим. Мы пока просто наблюдаем за человеком, который здесь работает не так давно, так сказать. Мы все наблюдаем, но я, тем не менее, хочу это произнести, да, вы позволите, я закончу там свою мысль. Значит, я хочу, чтобы он сейчас уже занимался, ну, понятно, что назначил президент, понятно, что, как вы сказали, психологически там люди будут, о, президент назначил. Раз президент его назначил, ну, как же мы можем, ну, что это, что мы выразим недоверие президенту, вот сознание у нас такое неправильное, так нельзя. Но я хочу, чтобы этот человек уже, ну, назначил себя президент, ну, уже сколько человек уже, наверное, авторитет президента бедного уже растрачивается вот вовсю. Один не оправдал его ожидания, второй не оправдал его ожидания. Сейчас вот, если третий не оправдает, а он еще назначает, помимо этого, еще и прокуроров, руководителей и следственного комитета, там, всех президент бедный назначает. И если они не оправдывают, как бы, надежды людей, то, в принципе-то, тень-то на политень падает, как бы, тень, в конечном итоге, может быть, и на президента падает. И вот я бы хотел, чтобы этот человек сегодня думал не о том, сколько он денег принесет из федерального бюджета, потому что деньги можно приносить из федерального бюджета, но у тебя внутренняя система, внутренняя система добывания этих денег. И использование их рационально должно работать. Ну, вы же все равно следите наверняка там, да, за новостями, что происходит. Ну, как вот вы оцениваете фигуру Александра Соколова? Это вот сейчас не в связи с тем, что мы сейчас агитировать будем за этого человека или против него. Ну, я вот вам говорил, что хочу сто дней подождать. Помните прошлый раз? Все еще ждем. Я боюсь, как бы, у меня формируется определенное, но да, мне пока не очень нравится, особенно вот в серии экономики управления, что делается. Не очень нравится. Но в экономике сейчас вообще, мне кажется, не совсем возможно какие-то, может быть, рациональные шаги предпринимать и что-то планировать надолго. Какие шаги можно принимать, если человек, как бы, никому не поручил собрать информацию, проанализировать и синтезировать, наконец-то, нормальную стратегию развития... Я знаю. Может, уже поручил? Кому поручил? Не знаю. Кому? Не знаю. Кому бы Чурин принял вот эту вот стратегию? Ну, и что? Такие вещи объявляются в услышании. Создаются нормальные рабочие группы в составе экономического совета. Погодите, у человека еще полномочий нет. Вот выборы пройдут. Как это ИО может делать, ИО может делать, спокойно формировать и давать поручения? Если в сентябре, например, его не выберут, зачем он сейчас будет принимать такие резкие шаги? Хорошо. То есть мы... То, что вы говорите, это примерно, значит, может быть, это бюрократы говорят, а вы повторяете за ними. Но это означает примерно такое, к вам привели больного, а вы говорите... Не сейчас? Ну, я здесь... Минуточку. Я здесь, это самое, исполняющий обязанности доктора, то есть я еще не полноценный доктор, я лечить-то вас не буду. Вы, слушайте, у больного температура 40, еще немножко, и кровь начнет сворачиваться. Не, ну, давайте подождем до утра, когда доктор придет. Доктор приходит, а больного уже утром... Извините. Ну, что будем ждать до сентября? В Кировской области температура 40 сейчас, и кровь начнет сворачиваться. А вы как думаете? Вы сами-то что ощущаете? Вы сами-то что? Что не 40, но хорошо, 39, да? 38,5 из столичек. Ну, так это о чем? О том, что если вы три месяца не будете 38,5 лечить, то что будет-то? Ну, не лечите. То есть, речь ведь не об этом, речь о том, что, если мы все уверены, если он подал документы на губернатора, вы говорите, что он еще и еще. Но ты, если бы подал документы, вот если бы он не подал бы документы, я бы считал его местоблюстителем. А сейчас я его считаю, как бы, для меня и срок Васильева-то исчислялся с момента, как его и он назначили, потому что он сразу пришел. А вы тут вот, как Белыховская коррупция, я пришел тут навести элементарный порядок, там пальцы веером, поехали. Вот с этого момента он уже был губернатором. И Соколов, я считаю, что все. Это кто-то может считать, что он неполноценный губернатор. Ну, бороться там и так далее, да? Неполноценный, в смысле, еще окончательно не одобренный, да? Да, ну, в том смысле, что он еще. Не прошли все процедуры. Да, да, да. Неполноценный с точки зрения закона. А не с точки, не с другой точки зрения. Хорошо, вы пловите меня, понимаете? Лингвистические, значит, нюансы, да. Азиз Олеевич, ну ладно, я поняла, пока вы не видите тех шагов, которые, может быть, хотели бы видеть. Вот, но разве в нынешней экономической ситуации конкуренция, скажем так, да, некие развороты шатания, второй тур, как вы говорите, вот если бы пошел Владимир Костин на выбор губернатора, это хорошо? Это хорошо, я ведь уже объяснил, то есть сильному игроку я хочу, чтобы у нас был сильный губернатор. Сильный губернатор не боится конкуренции. Так, мало того, он потом с конкурентов берет идеи какие-то, а может быть, даже их приглашает. А может быть, и возьмет их на работу, понимаете? Вот в чем. Сильный губернатор не боится, то есть, если ты не собираешься работать на свою шкуру в дальнейшем, ты вокруг себя не собираешь только своих друзей и доверенных лиц, как это у нас. Вводится сейчас. Вводится, как бы, да. А ты начинаешь брать реально людей, дело, то есть, ты начинаешь на результат работать. А вот этот вялый текущий процесс удовлетворения друг друга в администрации Кировской области путем создания всяческих документов, это вообще, это не управление. Понимаете? А что это? Но область-то как-то живет ведь, смотрите. Область живет независимо. Независимо. Дороги, извините, это федеральные деньги. Школы. И деньги, это не благодаря тому, что кто-то сюда пришел. А потому что, наконец-то, кто-то наверху подумал, слушайте, если так пойдет, то мы страну можем и потерять. Ясно, ясно. Без дорог-то. Ясно. Понимаете? Поэтому, а школы, а что вы хотели? А детские садики, а что вы хотели? Чтобы родители, значит, этих детей вышли на улицы и снесли их, что ли? Да никто, конечно, этого не хочет. Так и надо строить. Так и надо строить. А куда они бы дели этих? Куда мы бы дели этих детей? Это наши дети, да. Ну, о чем? А тем более мы сейчас Конституцию вписали, что это наше достояние. Поэтому? Ну, подождите, вот смотрите, с Владимиром Костиным интересная, на самом деле, происходит ситуация. То есть на выборы губернатора в качестве кандидата он не заявился. Не заявился, а ему сказали, что ты не будешь от ЛДПР кандидата. Ну, подождите, мы не знаем этого. Ну, я вам так говорю. Это мое мнение, я вам говорю. Ладно. Но, тем не менее, появилась информация о том, что Владимир Костин рассчитывает, если, например, у оппозиции будет достаточное количество голосов на выборы в городскую думу, возможно стать главой города. Ну, то есть, все-таки вот у нас будет тогда его возможность поучаствовать в работе, в том числе в управлении регионом и самым крупным муниципалитетом региона. Если он станет, то, ну, конечно, мы Владимиру Костиным, я хочу сказать, что, ну, как минимум... Но это не пиар сейчас Владимира Костина, мы просто зацепили за фамилию. Я хочу его деловые качества, как я это понимаю. И в качестве делового человека, как бы, оценить. Мне будет он, не будет он и сейчас, как бы, на посту, там, руководителя комитета, там... По законодательству местному самоуправлению, по-моему, да? Да, да, да. Он так или иначе с людьми встречается, и это его сильная сторона. Он умеет с людьми встречаться и разговаривать. Некоторые говорят, что это, типа, болтология, но не болтология. Некоторых он вдохновляет на конкретные, там, какие-то деяния. То есть, я хочу сказать, что он лучше предыдущих, например, трех градоначальников, которые были. Вот я вот, к сожалению, я как и губернаторов знаю, там, да, или приравненных к ним, помню, там, начиная с Бакатина, извините, Соколов седьмой уже, так, если я не ошибаюсь. Ну, слово семь, смотрите, цифра семь, это такая хорошая цифра, может быть, это и будет хорошо. Счастливые числа. Счастливые числа. Во многих странах. Так и я многих градоначальников помню, да, и вот я могу спокойно сказать, что, да, вот, ну, смотрите, если останется вот эта вот система, которая сегодня существует, да, глава города, глава администрации, то не знаю, к чему это приведет. У нас пока у главы города, до юра, полномочий особо нет. Да, если он придет главой города, то, значит, основная его задача будет ликвидация поста градоначальника. Главы администрации. Да, глава администрации, да, и возложение этих обязанностей все-таки на главу города. Вот, я считаю, что вот так. И тогда мы у нас, глава города будет нормальный, выбранный человек, который своими действиями... Значит, выбранный, опосредованно выбранный. Выбранный в том смысле, что он должен будет пройти сито городских выборов, чтобы потом стать вот в этом смысле. Вот, поэтому он в этом смысле, что сильнее. Другое дело, что мы вот обсуждаем, а другое дело, смотря на процессы, которые идут, да, условно говоря, сможет ли он стать, то есть заручится ли он поддержкой. К сожалению, те процессы, которые происходят сейчас, вот, связанные там с переходом некоторых кандидатов туды-сюды штатной партии в другую партию... Это вы сейчас команду молочников имеете в виду, которая громко достаточно покинула справедливую Россию. Ну, не знаю, насколько это было громко. Громко это бывает, когда есть для этого какие-то, собственно говоря, какие-то, ну, такие основания условия. А можно было ведь спокойно в составе, там, справедливой России выиграть и сделать городскую думу полностью справедливо российским, там, с учетом голосов, там, еще и ЛДПР и коммунистов, там, вообще, там, кстати, доминируешь. А сейчас, когда у нас есть непонятный, значит, ЛДПР всегда для меня был, как бы, никчемной партией, так сказать, а тем более с смертью, вот, ну, уже плохого не говорят. Владимир Вольфович. Для меня ЛДПР вообще, как таковой, то есть, ну, умер, собственно, умерла эта партия, как партия. Но мы в регионах-то оцениваем не партии, особенно на выборы в городскую думу, мы же людей оцениваем, правильно? Понятно. Нам не важно, от какой политической силы этот человек идет, если мы этого человека знаем хорошо. Понятно. Если он себя зарекомендовал. Понятно. Да, и что мы знаем о команде Сураевой, мы знаем Сураевой, мы знаем только Татьяну Платунову, по большому счету, а Надежду Сураевой-то мы знаем, ну, за последний, условно говоря, год. Ну, недавно она. Выступила там по поводу столовой, там, значит, в школе, там, и, ну, то есть, если сравнивать Бекулюка с Сураевой, например, ну, Бекулюк более известный и, скорее всего, более вызывает, ну, любые чувства, в основном, позитивные. Депутата ЗАГС-собрания мы имеем в виду, Бекулюка от Справедливой России. Да, потому что он тоже был в свое время, там, городским депутатом. В городоме работал. Да, 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 и мы помним ситуацию, когда, например, в том же округе, молочном округе, Турула спокойно выиграл у лидеров, как бы, вот. Валерий Николаевич Турула, он достаточно яркая фигура. Да, да, то есть, это не означает, что вот ты, как бы, перешел оттуда, и у тебя есть деньги, и ты, говорю, у Турула денег не было, он выиграл спокойно у тех, у кого есть деньги. Так, то есть, вам вот эти вот движения и перестановки не очень нравятся, вам кажется, что они, скажем так, в минус работают, всем оппозиционируют. Он не просто в минус работает, он еще и в минус будущему... Города. Нет? Будущему посту Костина работает в минус. Почему? Ну, потому что Чингисхан обычно тех, кто переходил на его сторону, обычно он сразу предавал мечу. Так, и что? Он никогда не брал тех, кто просто так, как бы, вот так просто, потому что не удовлетворены какие-то амбиции, переходил на сторону Чингисхана. Он их сразу, как бы, казнил. А кто у нас Чингисхан-то здесь? Я не поняла. Подождите. Чингисхан здесь Костин. Костин, так. А переходящий на его сторону, значит, по факту... Команда молочников. Да. По факту, ну, скажем, предав интересы, значит, города, я считаю, даже несправедливой России. Да, может быть, люди просто разошлись по каким-то принципиальным моментам. Бывает же такое. Говорят, вот, что включение в список, например, Татьяны Деминой могло сыграть роль, да? Ну, и в чем здесь принципиальный? Давайте озвучьте мне тогда принципиальность. В чем там? Какая проблема с Татьяной Деминой? Ну, что она? Татьяна хороший специалист. Чего? Татьяна хороший специалист. Хороший специалист. Я не знаю, что там. Может быть, личные какие-то. Может быть, у нее в жизни было больше мужчин, чем у другого. Нет, нет, подождите. Там Татьяна Демина вообще, как человек в этой ситуации, мне кажется, не важна была. Важно было то, что ее имя связывают с Константином Гозманом. И вот, вроде бы, справедливая Россия, значит, включила в свой список. Или собиралась включить на тот момент кандидата. Вот. Ну, неважно. В общем, ладно. Вы считаете, что это все ослабляет? Это все ослабляет оппозиции. Противников Единой России. На выборы в городскую рюм. Да, да. Так. И поэтому меня это волнует. Так. То есть, я считаю, что Единая Россия для города ничего хорошего не сделала, кроме того, что все время говорила, что они на наши деньги построили нам школы, детские сады, сделали нам дороги. Это наши деньги налогоплательщиков, а не Единая Россия. И ни одного толкового градоначальника за последние 10 лет я уже не видел от Единой России. И вот это их заслуга. Это то, что они... Меня удивляют еще и предприниматели. Это то, что они с какими, значит, своими действиями по факту убивают малый бизнес на территории города Кирова. То есть, ни одного продуманного движения в этом направлении. Это то, что они делают, если вы посмотрите и в сфере образования тоже. То есть, все не так просто. То есть, если вы реально посмотрите, что делается там в школах, вы увидите, что в школах тоже не все хорошо. То есть, по всем направлениям... Дмитрий Александрович Курдюмов сейчас достанется от вас. Нет, Курдюмов, значит, это сильная карта. Зампред, курирующий социальный блок. Это козырный король, как бы, в колоде карт Единой России. Потому что именно Курдюмов сделал для Единой России голоса в городе Кирове. Если бы не Курдюмов, я не знаю, где бы была сейчас Единая Россия. Благодарите Курдюмова, что он сумел организовать, значит, этих докторов. А команда врачей, между прочим, тоже идет на выбор. То есть, политически неграмотных, неграмотных политически, неискушенных в бюрократических, значит, играх. Но команда врачей... Ну, было бы странно, если бы в ковидные времена команда врачей не проявила себя ярко. Команда врачей-карьеристов, я бы так сказал. Вот так, да? Нынче, кстати говоря, врачи тоже идут в городскую думу. И когда были выборы в законодательное собрание, вы помните, говорилось тогда о том, что это не самый хороший вариант, когда депутатом становится человек, ну, чья работа. Подчиненный власти, да, конечно, конечно. Это не самый лучший вариант. В городской думе такая же история? Это не самый лучший вариант, но, тем не менее, это факт. Будет ли такая же история? Не знаю, можно ли войти два раза в одну и ту же реку. Не знаю. Не знаю. Может, у Курдюмова еще есть что-то, как бы, в кармане. И он вовремя достанет и положит. Я сейчас про другое. Смотрите, с одной стороны, вроде бы, врач профессия уважаемая. Человек, который работает в этой сфере, пусть даже он работает управленцем, и, как вы говорите, профессиональный карьерист, он, тем не менее, проблему отрасли понимает. Наличие определенного количества врачей, там, да, или людей из медицинской сферы в городской думе, наверное, это ведь неплохо. То есть люди смогут доносить какие-то вопросы, в том числе, ну, из своей сферы, высоко. Высокий кабинет, нет? К сожалению, у нас вот вся система, она поставлена с ног на голову. То есть то, о чем вы говорите, должны делать с профессиональной ассоциацией врачей, связываясь с политиками. Так. А вы хотите, чтобы это напрямую, как бы, вот этот человек, типа он, вот, главный врач, там, какой-то больницы, вот теперь он еще и политик, и вот легко будет доносить. Мы с вами видим, какой результат, как бы, развития здравоохранения. Какой? Что, какой мы видим результат? Что ты сегодня попробуешь записаться к врачу и запишешься через две недели? Ну, во всяком, бывает на самом деле. Тебе к специалисту, чтобы попасть, значит, хорошо, я вам уже рассказывал, я еще раз расскажу свой пример. То есть когда мне надо было для совершения небольшой операции получить заключение, значит, специалиста одного, и у меня операция через 10 дней, а меня записали через две недели. Ну, бывает. Несмотря на то, что я сказал, что у меня, мне надо попасть к специалисту при любом варианте. Вот. Я сама с этим сталкивалась, но это, скажем так, из 10 врачей, которых мне надо было пройти, только один был такой, к которому я не успевала до операции. Остальные, к остальным я успела. И надо сказать, что в моей участковой поликлинике, учитывая, там, да, срочность вопроса, предприняли все действия для того, чтобы меня кому-то... А в моей не приняли срочность. Ну, понятно, то есть это человеческий фактор. Да, и потом, например, идешь лечиться к одному врачу, он тебе назначает лечение, он даже не назначает контрольное время, когда ты должен прийти. Там масса есть, как бы, вопросов нерешенных. И опять, это не камень в огород Курдюмова, это камень в огород этих же главных врачей, которые не туда, это вопрос организации на месте этих процессов. Ладно, я перестрою вопрос, Азица Ильич, у нас минута остается до перерыва. Если вот вы бы формировали состав городской думы, скажем так, из набора людей разных профессий, вы бы как вот разделили там, какое количество депутатов городской думы должно быть, например, предпринимателями, какое профессиональными политиками, какое врачами, какое учителями, какое, не знаю, там, представителями сектора ЖКХ, еще что-то. Вот есть какое-то оптимальное соотношение на вашем взгляде? Нету. Нету? Нету. Оптимальное соотношение. Хорошо, кого должно быть больше? Ну, Аня, вы задаете вопрос, который отвечает в принципе неправильно. Потому что я-то считаю, что система должна работать вся и учитываться должны все мнения. А для этого, ну, посмотрите, у нас есть все общественные формирования, которые должны работать. Но во всех общественных формированиях у нас во главе сидят, посмотрите, молодежный парламент, например, который распустили. Его распустили потому, что мнение молодежного парламента вдруг не стало совпадать как бы с официальным мнением. Это опять мое личное мнение, вы можете сказать, чтобы никто потом вас ни в чем не объявил. Особое мнение, да. И точно так же во всех структурах, посмотрите, все предпринимательские руководители предпринимательских сообществ, они делают полезные конкретно для чего-то, но не решают системных вопросов. Идем на перерыв. Идем на рекламу, да. Особое мнение на 101FM Здесь Агаев в нашей студии, директор аудиторской информационной компании «Бизнес-информа». Мы продолжаем особое мнение. Остановились на общественных советах. Да, общественные, подождите, общественные организации бизнеса, например. Хорошо. Пожалуйста. Есть системные вопросы, они решаются, решаются какие-то частные вопросы. Я не могу сказать, что они без... Маленькими шажками. Вот эти маленькие шажки... Великой цели. ...не решают системных вопросов. То есть, когда мы не знаем, куда в итоге должна прийти область... А, мы опять к стратегии... Мы опять возвращаемся, так мы не знаем, что, какие вопросы прорабатывать должны общественные формирования. Поэтому мы им какую роль поручаем? Мы им поручаем роль, какое бы решение правительство и власти не приняли, вы должны что сделать? Одобрить. Не мешайте работать, да? А то вы сейчас не одобрите, а мы не сможем дальше. Нет, если вы не одобрите, то мы подумаем руководителю, они говорят, будете ли вы тут руководителем. Мы ведь там договоримся наверху-то. У нас же все вертикально, так сказать, выстроенные общественные, так сказать, организации там, да? А региональных у нас уже практически нет. Ну, когда-то была Лига предпринимателей, и где она теперь? Вы что, когда последний раз про Лигу предпринимателей что-то слышали? Ой, очень давно. Ну вот, и все. Поэтому происходят вот эти... Или возьмите в любой сфере, то есть в любой сфере, ну, возьмите нашу общественную палату. Так. То есть вопрос в том, что... В общественной палате, между прочим, достаточное количество очень активных людей. Достаточное количество это сколько? Ну, сколько? Ну, на мой взгляд, как минимум половина. Вот как минимум половины, и плохо в общественную палату должны приходить все достаточно активные. 80 на 20 должно быть, 80 на 20. Знаете, принцип Порета. 80 активных, 20... 20 могут быть фоном выступать. И тогда 80 потянут и этих 20. А у нас... Я на самом деле не вижу, вот вы говорите, я не вижу активности общественной палаты. Так может, это людям просто не нужно? Вы, может быть, у вас тут в редакции, может быть, там приходят и рассказывают про то, какие они активные. Смотрите, люди в общественную палату избираются, может быть, они в этот момент еще не очень понимают, какое количество своего времени им придется тратить на работу этой самой общественной палаты. Посмотрите, сколько там человек. А работа там неоплачиваемая. Посмотрите, в этом и соль этой работы. А времени занимает много. Ну и что? А люди не оценили своих возможностей. Они уже выбраны. Не оценили? Значит, уходите, выберут других. Ага. Вот это по-честному. Не оценили, уходи. А там приходят люди за корочками, есть люди за статусами приходят. Я, честно говоря, не очень понимаю. Член общественной палаты что, какие двери открывают? Посмотрите по списку. Посмотрите общественные советы, значит, при исполнительных органах власти. Посмотрите, зайдите в них на сайтах. У кого, когда последний раз проводилось заседание, на какую тему. Посмотрите во многих общественных советах одни и те же лица, которые о добрям сголосуют. Есть определенные товарищи, которые в пяти советах состоят. А вы говорите, они не успевают. Они еще в пяти советах в общественной палате и в общественной организации. Когда они успевают деньги зарабатывать, да, Ази Солич? Когда речь о том, что это все статисты, это все статисты, они потом будут получать медали и орденазы заслуги перед Отечеством, что присутствовали в этих комитетах, при этом ничего не делали, а только одобряли, ну и так далее, и так далее. Не работает. Система общественного контроля и общественной помощи не работает. Не работает, общественная помощь, взаимодействие, только потому, что власти и партии власти этого не надо. Потому что нормальный профессиональный человек, эксперт, он не прогнется. И не будет голосовать так, кто скажет. И не будет голосовать, как он будет говорить, вы что, где здравый смысл. Работать, власти. Наши непростые времена, Ази Солич. Да, да, да. Ваше непростое время, а у меня простое. Ну, у всех сложное, у предпринимателей, мне кажется, время самое сложное. Самое сложное у предпринимателей, да. Вы, кстати, как оцениваете? Ну, то есть вот мы на протяжении этих месяцев как-то оцениваем динамику, да, того, что происходит. Вот шок первоначальный, я так понимаю, что он уже прошел, или сейчас какой-то другой шок надвигается на бизнес? Нет, шок, он, знаете, предприниматель же, он, у него же характер. Он не просто так, он. Он закаленный. Да, он уже закаленный. То есть он так, опа, что-то произошло, о, где я буду брать там то, сё, третий, пятый. И начинает моментально искать. Вы же предприниматель и предприниматель. Да, и он начинает, то есть он, шок, шоки-то пребывает недолго. Так. После шока он сразу начинает там, ну уж если уже не вышел из шока, то это уже не предприниматель. Он уже становится кем угодно, начиная от алкоголика, кончая пенсионером, но уже не предпринимателем. А тут кто, большинство выходит спокойно из шока. Кто-то этот бизнес продает, берет другое, ищет какие-то другие возможности и так далее, и так далее. Вот этот характер, это творческое начало, эту силу предпринимательства нужно использовать сейчас для того, чтобы противостоять тем сложным тенденциям. Как говорится. Избегаю всех слов, которые вы мне запретили говорить. Так. Тем сложным тенденциям, которые есть. Сейчас. Сейчас, да, в настоящих условиях. И как вам кажется, успехи-то есть? Ну, пора-пора уже ведь, наверное. Двигаются, справляются. Я надеюсь, что... Просто, понимаете, когда идет двойной тягой, то лучше. Но на сегодняшний день, как бы, получается, что предприниматели-то все равно тянут. А власти, особенно федеральные, им это не надо. Подождите. Федеральные власти со всех сторон просто. Что? Из всех технических средств. Начиная от телевизора, заканчивая ноутбуком. Говорят, что мы все делаем. Мы все делаем, конечно. Да что? Что они делают? Я не знаю. Я не предприниматель. И я не знаю, что они делают. Вот тот список, который, как правило, публикуют. Этот список все больше мне говорит... Там иногда появляются какие-то моменты, но все больше говорят о том, что имитируется. А что конкретно имитируется? Подождите. Кредиты стали доступнее в связи с тем, что ставка Центробанка снизилась? Наверное, стали. Доступный кредит – это кредит 2-3%. Так. Но это вообще нереально, мне кажется. Ну, тогда мы о чем говорим? Это только если специальные какие-то программы. Посмотрите, если вы берете кредит под развитие производства под 12%, то у вас какая должна быть рентабельность, чтобы она вас устроила? Это должно быть не 15%, и не 20%. Ну, понятно, маржа должна быть выше. Да. Вот тогда он... Потому что тут непредвидены расходы. Завтра тебе налоговый может прийти. Еще кто-то там. Еще кто-то. Что-то кому-то еще кто-то пожалуется на тебя. Там и все пойдет и поедет. А еще есть целые корпорации, которые эти бабки распределяют. Они сначала их в банк поместят, чтобы проценты на них получить. Десять раз подумают, дать ли тебе эти деньги. Ну, что вы мне... Ничего же не изменилось? В этом-то смысле. Ничего же не изменилось? Подождите. Ну, вот... Где список того, чего нужно стране производить? Кого вы будете приоритетно поддерживать? Кому будете давать деньги под 2-3%? Айтишников будут приобрететь приоритетно. Об этом сказали уже. Айтишников будут... Где условия для работы, кроме того, что создают... Вот мы снизили им налоги, страховые взносы. Окей. И в Армении возьмем. И ипотеку дадим льготную. Где? Где это самые созданные условия? Вот, ну, скажем... Окей, идите, вот вам офисы. Вот современные там супер кабель-мобиль, оптика-каналы. Значит, вот вам супер-пупер стоит компьютер, который совершает там 200 тысяч, миллион... Ну, вы же понимаете, Азиз Ильич, сейчас санкции, да? И вы понимаете, что все эти супер-пупер-компьютеры не разработать за 2-3 месяца, вот. И можно только пообещать его разработать. А вы опять скажете, только обещают и ничего не делают. Ну, это вот, например... Почему я опять скажу? Это они опять пообещают. И не я скажу, что они пообещали и не сделали. Это они пообещают и не сделают. Слушайте, ну вы же с бизнесом напрямую работаете. Вот смотрите, было одно из, скажем так, одно из важных сообщений, да, когда все случилось. Это история с проверками. И недавно на Петербургском экономическом форуме, насколько я помню, президент тоже говорил про то, что вот эта вот история с проверками, мы там от бизнеса отстанем, административное давление... Не отстали. Будет... Нет? Нет, не отстали. А почему? А чем объясняем? Там ограничения есть, но они все равно, как бы, они... То есть, скажем, проверки стали такими, что, ну, сейчас, типа, выездных практически не стало проверок, да? Но зато камеральные, пожалуйста, тебе проверки. А чем выездные от камеральных отличаются? Выездные-то приезжают, а камеральные-то документы... Они приезжают, говорят, давай документы, там, вот столько-то пачку, столько-то там. Причем не только малый бизнес, а крупный... Причем распечатайте, да, еще на бумаге, которая нет. Да, да, а если уже там, как бы, надо жестко прижать, то еще и распечатайте. Понятно. И вот надо еще денег. Зачем денег? Если государству сегодня нужно денег в этих условиях, оно может тихонечко их допечатать. Никому не говоря об этом, да? Азиз Алиевич, ну, вот вы сидите и улыбаетесь. То есть, вы же улыбаетесь, значит, не все так плохо, нет? Я улыбаюсь. Или вы как все предприниматели... Если вы хотите по моей отрасли поговорить, по моей отрасли тоже уже на сегодняшний день там уже пятое препятствие ставят, чтобы, как бы, малый и средний бизнес в этой отрасли не существовал, а существовал крупняк и вот четыре зарубежных компании. При том, что у нас специальные условия сейчас в стране, как бы, да? Но приоритет вот четырем крупнейшим компаниям, которые корнями, значит, вышли из зарубежных аудиторских компаний. Вот куда приоритет государству отдать. Вот куда чиновники Минфина. Только не своих, как бы, да, не своих умников. Зачем они нужны? Эксперты, зачем нужны вот специалисты? Давай сделаем так, чтобы их вообще убрать, оставить. А эти люди собирают разведданные и отправляют куда надо. Ну, я так предполагаю, у меня нет доказательств. Я думаю, что доказательства должны быть у органов, которые этим занимаются. Понятно. Жестко? Нет, я думаю, что все должно работать системно. Хорошо. Чтобы работало системно, должны быть люди, которые управляют. То есть, ну, все, Мишустин свою отработал. Понятно. Он поставил под контроль всех цифровизации, так сказать. Нам нужен специалист по развитию в кризисных условиях в стране. Где его взять? Где взять? В российских вузах, по-моему, не готовят специалистов по развитию в кризисных условиях. Такие специалисты все равно есть. Нам нужны и здесь. Я не говорю, чтобы губернатор был таким специалистом. Но губернатор должен понимать... В его команде должен быть такой человек. Губернатор должен понимать, какие люди ему нужны для развития. Так. То есть, не братва, ну, в смысле, не брат, не сват, не близкие люди и так далее. Ну, близкий у тебя должен быть советник один, два. Хорошо, чтобы ты с ним там посидел. Доверенное лицо. Доверенное, что ты поделился, что ты спросил. Все остальные должны быть вот такие вот горящие, работящие люди. Потому что вот это болото, которое есть сегодня у нас в правительстве, оно его тоже засосет. Потому что эти люди привыкли с бумагами работать, но не с проблемами и не с людьми. Все? Или есть те, кого... 80% Или есть те, кого можно оставить. Ну, Дмитрия Курдюмова вы назвали уже. 80%. Так. Не будете называть фамилии. Слушайте, первые шаги. Минута остается у нас. Первые шаги уже сделаны. Вы же видели, да, разделили молодежку и спорт. Вот министерство разделит у нас на два. Вы этот шаг поддерживаете? Вам кажется, он грамотный? Нет? Или все от человека? Вот вы мне задаете вопрос, ответ на который мой ответ вы уже знаете. То есть я всегда говорю, любые реорганизации, после того, как я определил цели и нашел ресурсы. А реорганизации до того, как я не определил, не сказал... То есть вот она, стратегия развития молодежной политики, стратегия развития спорта на территории Кировской области. И под это я смотрю, какие ресурсы есть, и смотрю, какие кадры у меня есть. И после этого я что делаю? Реорганизую. Если оно нужно кому-то, я его реорганизую. А так у нас получается, милицию преобладывали в полицию. Значит, люди начали там воспринимать совсем по-другому. То есть все должно быть по-другому совсем. И тогда страна будет свисти и пахнуть. Дожить бы до этих времен. Азиз Агаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». Это была программа «Особое мнение». Азиз Альич, спасибо. И мы со слушателями прощаемся. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM